девочки и мальчики добрый день здравствуйте всем я не знаю как сказать добрый день здравствуйте наверное все равно у меня на экране великолепная девушка зовут ее машенька машенька зотова и сейчас я вам скажу предисловие как мы с ней познакомились и вообще о чем будет видео машенька здравствуй добрый день наташа и всем подписчикам машенька машенька одна из моих подписчиц и машенька одна из моих подписчиц кто видел историю которая показывала на своем канале про любовь руснак про эту великолепную милую добрую просто волшебную женщину у которой рассеянный склероз в результате которого у нее отказали руки и ноги пишет картины которая пожелала нам всем добра я не знаю но в общем то моя могу много сейчас рассказывать и я думаю что почти все знают любу руснак на моем канале так вот машенька одна из тех же подписчиков одна из вас которая также посмотрела эту историю и все-таки поехала навестить любочку мне очень интересна эта история ездила она не вчера и они но мы как-то вот сегодня могли собраться я не знаю вот машенька ну расскажи мне как вообще ты увидела эту историю как вы решили я знаю что ты ездила не одна расскажи нам ну да ну на самом деле история простая и сложная одновременно ну сложная наверное всем покажется это как бы сложной как так решится я живу в москве с мужем и да посмотрела видео натальи и ну естественно я думаю как и все да у всех какая-то возникла эмоциональная реакция на это невозможно как-то остаться равнодушным и прямо она как-то сильно вам на во мне начала бурлить но потом как-то суета 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 я думаю что наверное помогу надо как-то собраться семейно может быть собраться там с мужем собрать сумму от семьи ну и помочь я так изначально думала вот ну и все а потом прошло несколько дней потом даже недель я так чувствую что во мне постоянно возникает любовь вот эта история она все равно как-то крутится и подумала что ну хорошо почему допустим я мы можем от семьи помочь какую-то сумму на все равно не будет та сумма которая как-то может быть приятно будет совсем уже вот я сама фотограф и у меня есть ну друзья и клиенты мои небольшие правда подписчики у меня я так не очень активный пользователь в инстаграме ну я просто решила эту историю вот нарезать вот как у вас видео как так чуть-чуть какие-то фразочки любови как будто она рассказывает какие-то из историю свою и вот в инстаграм так положить эту историю для своих друзей ну и написать что может быть кто-то тоже захочет присоединиться к нашему такому подарку тем более что это было перед новым годом и мы планировали на новый год ну съездить в белоруссию просто отдохнуть погулять но вот и мы планировали что мы наверное приедем после нового года и вручим какой-то подарок который мы можем собрать ну и вот и много моих людей подписчиков откликнулись тоже и я написала свою карту сбербанка под мою ответственность что кто может сколько мы вот поедем лично вручим подарок потому что все хотят все хотят чудо на новый год почему бы не сделать приятное конечно же я понимала что так как я не очень активный пользователь инстаграма то некоторые могут просто не заметить но конечно много кто заметил естественно ну и я много кому лично позвонила там своим родственникам друзьям то есть я я прям написала список кому я могу позвонить написать лично рассказать эту историю чтобы тоже прониклись посмотрели я кидала всем ваши ссылки на это видео где вот учитесь жить потом так ну то есть вот эту историю чтобы человек посмотрел чтобы не просто так вот шапочно как-то пыталась как-то рассказать эту историю ну и конечно все откликнулись кто сколько мог вот ну и мы собрали небольшую сумму там по моему в районе там 70 тысяч это я так посмотрела что сто человек ровно помогло из них как бы мои знакомые есть которые не знакомые знакомых кто сто рублей кто двести потом я все это записала списком вывесила тоже в инстаграме прям имя фамилию ну не фамилию смысле имя отчество как у меня пришло и сколько там там кто пожертвовал чтобы каждый видел свой платеж ну то есть я так как я вообще этим никогда не занималась никогда никакие сборы не вела то подумала что ну наверное так будет правильнее так как отчитаться и как вы поехали расскажи мне как вы с ней созвонились она же ожидала что вы приедете как у вас вообще все получилось ну я с ней списывалась в контакте изначально когда я посмотрела видео я написала но она говорила что и много кто написал я помню что вы говорили что вы говорили она говорит да и я написала что конечно я как очень тронута и очень радостно что есть такой человек ну в общем то мы обменялись теплыми фразами ну я сказала что вы не против если мы как-нибудь его к вам в гости приедем она сказала что не против и поэтому мы стали планировать этот приезд с мужем вот и все и где-то наверное на рождество мы поехали я потом перед поездкой спросила у нее что вот она может быть ей надо что-то купить по творчеству ну она тоже написала какой-то списочек небольшой что ей нужно там растворитель ну которую не купишь там белоруссии просто так то что она покупает он намного дороже даже и я поехала специально там выделила эти небольшие деньги из общей суммы и купила ей там всяких мольбер нет не мольбертов как они мольберты а я не знаю даже как они называются мольбертов нет не мольбер на которых писать боже мой я не кожушник нет 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 у нас продается конва холсты господи да холсты холсты да вот самые простые холсты которые она говорила я там купила ей штук не знаю много и растворитель в общем то что она говорила белила ну и все вот мы поехали так доехали там до гомеля потому что там же самый такой город гомель рядом сняли там отель вот и потом поехали туда в ее как загорода получается деревне село наверное да вот да было красивый такой день такая зима у нас нынче малоснежная и в москве и в белоруссии вообще ни снега ничего такой солнечный день приехали к ней но мы договорились специально на определенное время когда она нас будет принимать потому что у нее есть какой-то период бодрство там по-моему там 12 или в 11 то есть она пожертвовала своими творческими часами чтобы не рисовать встретила нас там к ней приезжала ее родственница по моему из молдавии что ли тетя кто-то тоже она нас встретила ну конечно как сказать было немножечко как-то так наверное но не боязно может быть чуть-чуть как ты думаешь ну вот как приедешь гости как ну во первых незнакомый человек и во вторых вроде как ты знаешь всю историю но немножечко не знал как приехать с каким с каким настроем входить вот и чуть-чуть такое не было волнение ну да да но я хочу сказать что вот насколько человек абсолютно ну вот абсолютно наш обычный человек такой солнечный что вот сколько мы с ней прообщались мы общались не 33 часа примерно ну так обо всем и я вот вообще не заметила никакого вот что-то что-то с ней не так даже вот ну понятно что глаза видят что что-то не так а вот когда начинаешь общаться с сердцем да то вообще никаких нет преград и и абсолютно ты раскован и свой такой человек показался и душевные все и я думаю что мое сердце не обмануло меня и конечно же она была очень рада нас видеть и когда сразу же когда мы вошли там дверь открыла вот родственница ее и я слышу любовь там ребята заходите ну то есть сразу так чтобы можно было зайти там как как вот домой как вот какому-то хорошему знакомому другу шел и гости вот она там что-то рисовала и мы так сели нас и чаем угостили и ну поговорили там обо всем она показала тебе как она рисует картины да показал да ну мы немножко сняли это вот я думаю что вы так покажете своим теле телезрителям немножко фрагмент фрагмент когда любовь благодарит всех просто за то что мы по такой подарочке и собрали вот у 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 знаете может быть вот все 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 люди которые мне помогают которые как бы многие даже как не пишут что вот я прошу у бога что вам легче стало может быть вот так вот все все вот так вот просят просят может быть поэтому мне легче вот и но как бы хочется это все делать хочется творить и если честно помощь конечно огромное спасибо потому что у кого есть дети тот меня поймет что хочется чтобы твоего ребенка было все не знаю я вот как родила ребенку настеньку свою меня вот с ее детства что я должна как мать и помочь ну естественно же я сама вот вы видите как я живу машинка тут вот я стараюсь жить чтобы вечный ремонт как я говорю чтобы все было аккуратно красиво и знаете я если честно вначале когда мне первый раз самый первый раз люди удали деньги мне так стыдно меня просто родители воспитали так что если тебе кто-то дал что-то ты должна дать дважды двойне знаете мне так стыдно было вначале а потом мне вот подруга моя совствие на мне сказал любовь тебя же многие руки не работает а ты вот так вот творишь я не сейчас не раньше вообще ну не замечаю своих рук но понимаете наверно благодаря вот ну людям которые которые мне пишут которые поддерживают постоянно ну и моим родным благодаря и самой главной сиделки которая меня так чехвостик если что-то не так что того ну еще раз конечно спасибо людям может быть благодаря не все мои мечты воплощается все что я задумала то что я хочу еще сделать но это вот благодаря всем спасибо спасибо вам всем огромное преогромное важно чтобы какой-то был обратный отклик и вот она сказала да ну вот я хочу тебе сказать букет цветов да что я хочу тебе сказать что вот я тебе сто процентов сейчас говорю от каждого подписчика который сейчас смотрит да и который знает историю тебе не знаю тоже какая благодарность от всего нашего канала что ты собралась что ты поехала что ты ее навестила я тебе говорю вот сейчас я даже слышу каждый голос моего подписчика который говорит машенька спасибо тебе огромное потому что мы все за переживаем всех очень тронула эта история поэтому конечно ты сделала такой подвиг для нас потому что мне я бы тоже поехала с удовольствием ну куда я ко мне не доехать да я очень хочу сейчас еще раз ей помочь и вот что-то сделать для нее ну и на самом деле да я хотела и почему да мы с вами так решили созвониться и все в первую очередь на это для ваших подписчиков тоже в том числе потому что многие наверное думают всегда когда видят какие-то ситуации такие с людьми думают что ну как я могу помочь да ну что там мои там какие-то копейки да или что-то еще или как можно вот реально помочь ну я думаю так что каждый человек должен для себя решить как он может помочь и и нужно как бы от сердца идти можно даже картину можно заказать у нее да 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 можно картину заказать она сейчас вот очень страдает потому что нет заказов если вы можете заказать она вам с удовольствием напишет картину красивую да потому что мы приезжали у меня тоже мои знакомые там из франции конечно они тоже не могут приехать но вот они попросили чтобы я выбрала уж какая есть картина есть в наличии чтобы я вот взяла для них тоже вариантов очень много просто не надо как бы бояться и даже вот даже вот такой элементарный путь вот который я сделала да просто я взяла и рассказала об этой истории вот вашу ссылку на ваш канал вот просто в своем окружении я даже не брала какие-то там помощи других там сделайте репосты или что-то еще так как история очень трогательная я просто каждого лично попросила посмотреть и как бы вникнуть и я думаю что каждый может просто поделиться этим видео со своим ближним кругом и я думаю обязательно найдутся люди кто захочет помочь и вот тоже такая такой небольшой нюанс что вот сейчас мы тоже с натальей да хотим собрать сумму которая может тоже как-то помочь любовь на данном этапе самое это главное что машенька это машенька она опять собирается съездить к любови мы самое-то главное не сказали и вот я хочу сейчас собрать тоже как только кто кто сколько может там сто рублей два рубля или все что угодно это все будет и я машеньке перевела бы вот эту сумму и она бы съездила к ней и перевезла эти деньги и просто вот любовь она мне тоже скинула сейчас сообщение что анташа сделай свой донат потому что наш донат у нас в общем-то проблема проблема в беларуси проблема с этими донатами с пейпалами поэтому я буду вам давать внизу свой донат и свой пейпал кто не может перевести на донат на российский ну да да и мы еще раз поедем мы хотели поехать но карантин нам все тут сбил всем все планы и и любови тоже да вот как я поняла что у нее тоже сейчас нелегкие времена как и у всех принципе кто работу теряет кто еще но я хочу сказать что есть случаи когда вот раз помог и все в принципе да а мне кажется есть такие случаи когда вот хочется все равно периодически появляться в жизни человека потому что ты же понимаешь что ну как бы да это хорошо ты один раз как бы помог но наверное самое сложное это вот иметь в виду в своей жизни кого-то еще и понимать что периодически может быть немного надо помочь даже вот может быть проще много кто нуждается в помощи я думаю что можно даже просто выбрать для себя какой-то человека по душе и просто ему помогать не надо помогать там всему миру да пытаться всех спасти а просто вот ты выбрал тебя затронула эта история и ты просто хочешь общения какого-то минимального даже пусть но какую-то поддержку периодически вот оказывать я конечно не хочу какие-то обещания давать но я когда вот мы везли этот подарок новогодний я конечно понимала что это ну разовая помощь которая ну периодически все равно нужно как бы поддерживать еще человека поэтому я ну вот поэтому мне захотелось обратиться вновь и я думаю что я к своим тоже ближнему кругу обращусь снова и если получится то мы соберем и поедем когда откроют границы и картины надо свою забрать да кстати маша картина тоже заказала я получил я получила четыре картины ты наверно видела да я показывал же четыре картины от нее получила да вот я до сих пор никак в рамочке их не могу в рамочке сделать я все никак не могу дойти но вообще конечно да вот я все думаю да нам всем сейчас тяжело но любимая ситуация это надо умножить на 10 на 20 понимаешь насколько насколько тяжело всем и это все надо еще умножить потому что все равно у нас у всех а мы как бы здоровы мы можем себя сами как говорится обслужить и других а вот у любы ситуация немножко конечно другая да если начинаешь думать об этом то это невозможно просто даже не это представить невозможно потому что нам ну мы не можем этого представить насколько насколько тяжело и при всем при этом человек улыбается всегда она всегда жизнерадостная я получаю я от нее получаю видео сообщения частенько да мы с ней общаемся она все время улыбается я думаю что именно этот факт фактор меня и именно привлек к этому человеку потому что очень много негатива в в нашем мире все гундосит все недовольны жизнью этот карантин сейчас тоже все сидят дома плохо там не сидят дома плохо то есть вот этот вот такой негатив который сейчас транслируется его очень много когда ты видишь что такая аховая ситуация да жизненная человек настолько в плюсе и еще готов делиться и готов помогать да вот она говорит что к ней приходят люди просто девушки женщины за каким-то я не помню говорила ли она вам говорила но она нам тоже рассказывала что многие там знают ее приходят там за позитивом они приходят к ней за позитивом ты понимаешь и она дает этот позитив людям и они приходят некоторые она мне говорит что приходят в депрессии и говорит я с ней поговорю им становится легче вот насколько сколько же силы и вот какая же сильная аура у этого человека это же невозможно представить этого просто я не знаю насколько же мы все слабые во всех ситуациях там ой вот я дома сижу у меня депрессия там знаешь не так поправилась у меня депрессия вот из-за какой-то ерунды у меня депрессия расстроилась а вот у человека посмотри и у нее нет депрессии ну конечно она есть ну да конечно есть да потому что конечно любовь очень тонко чувствующий человек я это конечно поняла и при нашем общении да мы как бы разговаривали не так на какие-то общие темы да все равно затрагивали личные какие-то темы личные темы жизни да и и чем больше слушаешь вот вот эти вот нюансы да которые происходят в ее душе жизни тем ты понимаешь что действительно человек это раз он разный как как и мы все но она умеет себя как мюнхаузен вытащить сам себя как бы и пойти дальше ну как говорится всем дается по силам но но да она большой мотиватор вот мне кажется у нее есть это да вот да как то так божий дар такой что ли таких людей очень мало поэтому вот я и говорю что хочется всегда всем помочь очень много всего в интернете да кому надо помочь не надо но вот у меня душа откликнулась что вот именно этот человек как будто вот мы вот с ней душевно очень близки потому что как то вот мы уезжали уже и уже там не денис там пошел там к машине и ей уже надо было готовиться к обеду я просто помню нашу такой последний последнее наше свидание что она сидела на кухне там большое окно такое вот в окно наша машина и она вот как бы выглядывает туда так вот чтобы нам немножко и мы и она сидела на кухне да перед этим окном и когда мы уходили она там свидание там ребята ну я почему-то мне захотелось к ней еще раз прийти так на посошок скажем так как то это я села к ней рядом и мы просто вот как знаете как вот ну не то что подруги потому что мы все равно я чуть младше естественно но как то что ли через глаза как-то передалась какая-то такая вот без слов такое вот понимание вообще что происходит что да и благодарность здесь и какая-то встреча души душ то ли не знаю что мы когда-то может друг друга знали но мне очень хочется чтобы она да чтобы чувствую эту поддержку потому что конечно вот допустим она мне спрашивала как вот у нее дела как что недавно ну вот конечно она говорит что но этот карантин никто к ней не ходит сейчас правильно раньше много и она и сама запретила ходить там мало ли что и и конечно вот когда вообще как бы никто не ходит и и как-то и творчество да никто нет заказов наверное я почувствовала что наверное надо в этот период поддержать поэтому обратилась к вам наталья потому что ну кому еще вы да кто-то открыл эту историю для нас чтобы мы все вместе кто-то может еще тоже решит и тоже как-то ну вот может кто-то соберется как-то приехать в гости она очень открытый человек и с каждому рада конечно сейчас вот да действительно с этим карантином я тут с ней не общалась наверное месяца два как-то все вот так вот закрутилась закрутилась все как-то в таком каком-то шоке и вот ты мне сейчас написала и я ей быстрее звонить любочка здравствуй милая мэспа извини меня что я тебе не писала не звонила потому что я как-то тоже закрутилась с этим и она вот мне посылает наташа здравствуй я так при мне приятно что ты мне позвонила они все время видео сообщение присылает а вот и говорю любочка кстати у меня подарок для подписчиков потому что мы с любочкой тоже будем делать интервью видео может завтра послезавтра она с удовольствием говорит я с удовольствием передам привет подписчикам я очень благодарна ну за все за внимание конечно поэтому мы тоже любочку я вам покажу обязательно и спросим у нее как дела вот и конечно хочется даже честно говоря вот не знаю что спросить у нее понимаешь и я как-то опять переживаю как тогда я очень переживала перед этим интервью потому что ну не знаешь даже как себя вести и что спросить хотя мы с ней уже на таких дружеских нотках сейчас не то что вот первый раз я ее совсем не знала сейчас мы с ней как бы как подруги она ой привет а наташа привет любом вот так но все равно что то вот хочется такое интервью сделать и ей приятное очень хочется сделать вот это сам самое главное потому что когда есть желание то она всегда двигает действие поэтому хочется помочь надо помогать не надо откладывать надо просто вот брать и делать да но это такой как бы рецепт на все времена на любые ситуации я думаю что нашим каналам мы должны просто взять шефство над любочкой да вот так если я могу назвать этим словом шефство то значит у меня всегда открыт донат под видео и конечно любой человек может послать деньги и написать для любого руснак да и я обязательно собирать буду эти деньги и как то мы все равно будем их пересылать переводить эти деньги ну как можем с кем-то отправлять как говорится в каретах или как то белоруссия она говорит что у них paypal она говорит что если нам наш paypal перевести то я не могу наличкой снять я могу что-то через paypal заказать и то и не могу но я даже покажу как она мне это говорит потому что у меня видео есть привет наташа еще раз я прочитала твою что ты мне скинула как быть ссылку но вопрос твоих подписчиков но я тебе уже рассказывала что донат и желательно чтобы он был твой потому что у нас такая система здесь как я говорю совковая вот что у нас не донат не припал ничего этого я не могу даже деньги снять наличка я могу в интернете что-то себе заказать но например на белорусских сайтах припал донат не работает то есть на белорусский я даже те же краски заказать не могу у нас такое все еще по старинке сссеровской что еще вот в это время когда ты мне отсылаешь вот свои сообщения в это время я могу с тобой поговорить но я буду лежать как бы в кровать ну конечно лучше бы было бы вот с утра но с утра это тебе подыматься в не свет не заря как тебе удобно так и делай вот насчет маши злотовой она конечно молодец она тоже там что-то пытается как вот надо нам что-то свои источники давать чтобы деньги передавать да да вот так что ничего не бойтесь помогайте слушай а вот твой муж денис что он сказал он тоже с тобой ездил вот мы хотели вообще интервью чтобы денис был но денис занят сегодня по этому не смог ну а что он говорит расскажи нам словами его ну конечно как любой мужчина да он немножко серьезнее как бы к этому но он очень трогательный в душе человек и конечно он тоже с таким трепетом отнесся к этой ситуации и вообще не было никаких вопросов когда я сказала надо ехать едем все он у меня как водитель такой личный водитель так что мы вот как вдвоем у нас такая как я значит волонтерскую деятельность осуществляю он значит помогает с машиной куда надо туда отвезет и поможет и тоже беседу поддержит потому что у меня человек такой как на телевидении работает и любит ему конечно позадавал вопросы там немножко любу любовью то есть мы так я поснимала он позадавал поэтому мы вот пообщались так очень мне кажется очень так как хорошо и я думаю что это и оставила след ну и невозможно не оставить эти цветы подарили она так радовалась цветы подарили скажи а вы из москвы на машине ехали туда да сколько времени на машине заняло туда ехать ну я не я сейчас боюсь соврать ну и где-то пятьсот шестьсот километров потому что мы ехали до гомеля там он мы снимали гостиницу и дальше мы там вот к ней за города ехали потом погуляли по гомеля вообще замечательный город и окрестности все так красиво чисто вот в белоруссии очень хорошо вообще так то если говорить какие вы молодцы вообще это просто я когда узнала что одна из подписчиц поехала к любе я конечно было но просто честно признаться да вот любовь например сказала что да очень много кто вот пишет отзывается но вот так и обещает приехать все но но никто не приезжал не потому что вот мы такие какие-то особенные это все только тому что нужно действительно решила сделал запланировал поехал если уж решил да много кто-то как-то вот обещает а может человек ждет как то тоже да ну то есть не надо бросаться то есть она тебе адрес сама уже дала до сне перепис переписывались она тебе дала адрес когда ехать да девочки мальчики пожалуйста закажите картины у любочки она очень красиво пишет картины и у нее в фейсбуке есть значит сайт на котором можно заказать картины я также его помещу под видео под видео у меня будут источники донатов а кто значит живет не в америке а в других в других странах будет донат потом paypal для тех кто не может туда перевести а переводите тогда на пайпал кто в америке живет да только обязательно подписывайте для любых руснак да потому что я продаю еще на пайпале ебэй и поэтому у меня все перемешается просто за что к что к чему и обязательно помещу ссылочку на фейсбук на на любочки и у маши тоже у тебя ведь тоже канал есть ты говоришь да какой-то канал есть или где у тебя это видео это вообще посмотреть ну у меня там нет ничего я там просто смотрю вас и всех остальных ну вот ну у меня там есть вот видео это загружено все кроме да все понятно но вот ты мне тогда дашь это видео да и я я покажу да всем это видео да супер да очень приятно конечно и я просто уверена сейчас женщины которые смотрят они просто сквозь слезы смотрят на тебя и говорят машенька ты просто ангел я вот тебе серьезно говорю ой не 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 вот самое главное я не хочу чтобы это вообще как-то причислялось какому-то вообще поступку потому что но это вот вот просто ничего не стоит вот абсолютно я поняла что ну дело двух дней взял решил собрался написал так кто у меня значит валя катя дима маша позвонил сказал а ну-ка посмотрите очень тут надо срочно помочь давайте все соберемся командой и вот общий круг у нас вокруг и все собрали раз раз поехали когда решили все а ты фотограф ты профессиональный фотограф а где ты заказы берешь свадьбу фотографируешь да 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 серьезно а где работы посмотреть твои сеть но у меня есть сайт у меня есть там правда я так недавно его начала но интересно там есть работы у тебя есть что-то да и есть таграм плакат фотографии нет их очень много в моей жизни фотосессии что не хватает у меня есть инстаграм вот и там есть работы я там выкладываю и соцсети тоже вот да уже десять лет как как инстаграм то мне дай чтобы я людям показала хоть инстаграм твой скажи мне а как аппаратом ты фотографируешь что у тебя там за машина фотоаппарат ну кэнон у меня самый основной большой вот и есть сейчас фуджи которые маленькие сейчас без зеркальные фотоаппараты новые цифровые ты училась на это на фудже тоже ну я проходила курсы вот 10 лет назад потому что я все таки больше ну как не технический человек у меня больше так я интуитивно все интуитивно то есть это до того как ты даже курсы проходила тебе нравилось это делать ты очень была увлечена да ну нет я училась в театральном институте вообще в новосибирске мечтала быть актрисы но к четвертому курсу как на первом курсе все заслуженные на втором народные на третьем понимает что уже что-то ничего не знают она четвертом понимает что все уже как бы сидите театр сгорел колонны остались ну это я шучу конечно просто вот закончила да и поняла что наверное я не вытяну эту профессию в жизни у меня был такой некий период такого искания может надо было попробовать потом нет нет ну я как-то перегорела перегорела а потом взяла фотоаппарат и поняла что хочется быть за кадром и начала фотографировать всех своих а у тебя муж говоришь у тебя муж говоришь на телевидении работает да ну вот мы живем как раз вот возле останкина вот останкинская башня у нас тут из окна а можно спросить какую роль он выполняет на телевидении а ну он он работает ведущим новостей на канале о т.р. общественное телевидение россии да где мы его можем увидеть вы можете его увидеть да почти каждый день на канале от rb общественная российская общественное телевидение россии денис да и он денис чижов да он читает новости ну раньше работал на русском радио ну раньше на радио работаю у него голос такой красивый, потому что они все на радио, которые говорят, у них голоса такие, заслушаешься. Красивый, да, голос. Поэтому как-то вот так у нас такая семья творческая, наверное. Здорово. Очень приятно. Очень приятно нам с вами познакомиться, Машенька, и надеюсь, что мы в последний раз общаемся, да, и Денису привет. Денису тоже огромное спасибо за то, что ездил с тобой, за то, что вообще такую девочку. И еще раз съездит, и еще съездит. Ну, конечно. Наташа, я вам тоже хочу спасибо сказать за ваш тоже контент, да, за то, что вы тоже так с позитивом ко всему, и вот вы говорите про любовь. Ну, вы сами же такие же, правильно? Вы-то что делаете? Что творите-то с нами, с подписчиками? Что вон, как эти кудри-то вам плели, как я чуть не... Ты смотрела? Да, я смотрела. Я чуть вообще не упала, если не сказать другое слово. Ну, было очень смешно. Ну и ладно. Ты знаешь, это очень хорошо, когда человек смеется, это хорошие позитивные эмоции, которые продлевают жизнь. Не знаю, правда это или нет, но мы в это верим, правда? Ну, без этого никак, тем более, что сейчас в мире творится, да, только любовь и смех победит. Да. Без юмора вообще жизнь. Поэтому все позитивные, все позитивные, все объединяемся, все помогаем друг другу, общаемся, и вот только так, мне кажется. Да. Такая вот история. Именно это спасет мир, когда мы все друг друга любим и уважаем, и помогаем. Да, спасибо. Все, Машенька, спасибо большое тебе. У тебя уже 11 час, да? Почти 11 вечера в Москве. Вот, у меня-то здесь 4 вечера всего. Да, пора спать. Все, спокойной ночи тебе, дорогая моя, и обязательно еще увидимся, да? Увидимся, и всегда на связи. Спасибо большое. Спасибо. Все, пока.